Добрый день, мои друзья! Вот, переезжаем на другое место. Выехали только что на автодорогу Колла. Сейчас мы в Лоовском районе, север Карелии. Едем в Мурманскую область. Пока куда точно неизвестно. Мы запланировали озеро Имандра. Это самое большое озеро Мурманской области. Были помечены у меня кое-какие точки. Еще дома смотрел спутниковую карту. Не знаю, как получится нам найти стоянку, как чего. В общем, ну поедем. Ехать нам долго. И так уже полдня в дороге мы. Посмотрим, как оно получится. Пока планируем Имандро. А так, у нас все хорошо. Все замечательно. Спасаемся от жары. Бежим дальше на север. Вот. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем добра. До свидания. Добрый день, все мои друзья. Мы тут переезжаем. Находимся сейчас в северной Карелии. На географической границе полярного круга. Вот за мной стоит стела. Полярный круг. Шарота, долгота и все прочее. Едем мы в Мурманскую область. Пока точно не знаю, куда. Планируем на озеро Имандро. Примерные координаты смотрел. Так, примерные точки только у нас. Как получится там найти стоянку, не получится, неизвестно. Ну, будем держать путь туда. Не знаю, будет ли там сотовая связь или не будет. Ну, а так что, подписывайтесь на наш канал. Канал называется Другая Свободная Жизнь. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем добра. До свидания. Вот, друзья, почти 9 часов мы уже в пути. Ну, это с заездами в магазины. Там, конечно, мы время теряли. Встали, конечно, собачки бедные. Очень жарко сегодня. Сейчас дело к вечеру уже. Пожара спадает. Едем. Неизвестно куда. Что там нас ждет, неизвестно. Едем-то известно куда. В определенную точку. А что будет там, непонятно. А что будет там, непонятно. В Бабульском городе. Там, начинка с полковом. Кольовые березки цепляются за сотки. Гитары взрываются звина. Вот, друзья, едем, едем в Норманская область. Вот оно озеро Имандра, но нам еще до места 40 километров. Самое крупное озеро. Самое крупное в Нурманской области. Там еще 40 километров. Сейчас вернем и поедем уже по другим дорогам. Все мои друзья, находимся мы на озере Имандра. Мы приехали вчера поздно вечером, легли спать пол пятого утра и встало сегодня в девять часов. Ну, лагерь оставляли здесь, туда-сюда. Поздно очень приехали, пока в душе помылись, пока то да сё. В общем, сейчас сидим, пьем кофе, завтракаем. На завтрак, как обычно у нас, бутерброды из соленого хариуса. Один без с икорочкой хариуса. Надо их как-то съедать. Не хотелось бы соленую рыбу испортить, а у нас ее что-то многовато. В общем, надо есть и давиться этими бутербродами, дабы не испортилось. Рыбы куча. Еще там у меня соленый лежит. Тоже на филе его разделать. Ну, ладно, сейчас позавтракаем. Посмотрим, как, что, чего. Здесь у нас от медведей средства, потому что приехали, здесь песок, кругом следы лося. Медвежьих, правда, не видел, но места здесь достаточно дикие. Ладно, завтракаем. Так, друзья, небольшой обзор нашего лагеря. Вот, за моей спиной стоит шатер, умывальник здесь я повесил, машина тут же. Здесь мы расположили душ и туалет. От воды мы встали на достаточное расстояние, потому что это Мурманская область, и здесь штрафуют только так. Штрафуют за то, что близко к воде ставят люди машины. Поэтому поставили подальше. Сейчас покажу вам озеро Иммандру. Много у нас здесь очень комаров. Вечером просто заедали. Тут кругом песок. Но я не пойду на сам берег. На сам песок выходить не буду. Здесь пляж. За моей спиной озеро Иммандра. Огромное озеро. Это самое большое озеро в Мурманской области. Состоит оно из трех частей, как бы. Костровская Иммандра, Бабинская Иммандра. Может я неправильно произношу, может Бабинская. Еще какая-то, не помню, надо посмотреть. Мы находимся на так называемой Бабинской Иммандре. Но они все соединяются и составляют целиком это озеро Иммандра. Так, здесь, конечно, красиво. Кругом сосны, песок и комары. Кругом сосны. Кругом сосны. Субтитры сделал DimaTorzok Озеро Имандра, крупнейшее в Мурманской области, состоит из трех частей. Бабинская Имандра, на которой мы находимся, Хибинская и Костровская. Максимальная длина озера 120 километров, максимальная ширина 14 километров, максимальная глубина 67 метров, средняя глубина 16 метров. Озеро богато рыбой, написано в интернете. Ну, здесь есть всякая рыба. Сик, Хариус, Кумжа, Галец и так далее. Вот такая красота. Сейчас ветер подуспокоился. Пробовал я рыбачить на блесну. Поискал щуку. Но никто не клевал. Хочу попробовать теперь сплавать на удочку. В этом месте, где мы сейчас находимся, достаточно мелко. Очень далеко нужно плыть до глубины. Хочу сплавать там на один мысок. Попробовать там на удочку порыбачить. А так далеко в озеро уходить опасно. На моей лодке. Озеро очень большое. И волна может подняться здесь огромная. Варим обед. Тут надо было пополам. А, клади целый. Варим обед. На обед у нас будет уха. Да, уху мы еще в этом сезоне не варили. Я просто не любитель ухи. Вот из-за куней. Наверное, подсолил их еще на пиа-возере. Ну, чтобы не испортились. Варим. В шатре открыли глухие стенки. Оставили только москитные сетки. Ну, вот и одну стенку. Так выглядит наша стоянка. Туалет. Душ. Шатер. Умывальник. Зеркало я тут прилепил. Скотчем к дереву. Удобно. Помылся, посмотрелся, побрился. Машина. Берег. И так далее. Ну, бойте, Кути. Красота. А еще не оспила. На обед у нас уха. Из-за куней. Еще спя озеро. Окуня. Бутерброды надо доедать. Едим их через силу. Просто выбрасывать жалко и испортить. Соответственно, тоже жалко. Чайничек у нас тут скипел на примусе. Примус. Вообще, вещь незаменимая. Очень доволен я им. Очень экономно. Чем эти газовые плиты. Вот. Ну, я не любитель ухи, но поедим. Еще там у нас хариус целый засоленный. Тоже надо его разделать на филе и срочно съедать. Поэтому приходится есть уху и закусывать бутербродами соленым хариусом. Где слой рыбы толще слоя хлеба. Рыбы что-то мы уже переели. Да уж. Объелись. Вот. Вот я и хоть и не любитель ухи, а что-то вкусное. Сейчас пообедаем. Да я поплыву на удочку, попробую половить здесь кого-нибудь. Правда, плыть далеко надо. Здесь вообще у берега мелко, где вот у нас песок. На полкилометра, наверное, уплыл, и все равно мелко. Куда-то очень далеко уплывать страшновато. Ничего, ребята, сижу тут, ловлю. Ну, поймал тут два хариуса. До два сега. Один большой, один маленький. Но эти большие и хорошие. Сейчас постараюсь показать. Вот Сиг, например. Да что, я сейчас услышал. Рык медвежат. Ну, кто больше-то это. Вот как будто как вот рычат, играют там или плакают. Вот там на бережку. В елках где-то. Так что вот такие дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Да, будем, наверное, стирать белье. Вот, друзья, греем воду, будем стирать. Это феров у нас. Здесь вот в песке его в овраге разожгли. А то здесь строго с этим делом. Еще какие-то сообщения шлют, что 5 класс пожарной опасности. Проверяющих много. Вчера кто-то в руках что-то смотрел, заглядывал по берегам. Возможно, жгут ли не жгут костры. Здесь вот у нас машиночка, помощница наша, малютка, стирает. Стираемся чаще, чем дома. Ну, возможно, есть еще что не стирать. Все время в чистоте зато. Я накупался, Лена купается. Вода теплая, как парное молоко. Здесь, правда, мелко, песок, самое то купаться детям. Вот, друзья, выплыли мы порыбачить. Но в отличие от вчерашнего дня, сегодня какая-то волна. Вчера в это время полный штиль был. Собачек приходится брать с собой. Вот здесь вот я их пристегнул к сиденью. Их поводки. И на них. Шлейки одеты, чтобы не за ошейник. Вот там, вчера в деревьях, я слышал рык-медвежат. Ну, пока никто у нас не клевал. Мы только начали рыбачить. Ну, я не знаю, в эту такую ветреную погоду будет ли что клевать или нет. Ну, в общем, посмотрим. Ну, что, друзья, съездили мы, поплавали там на лодке. Но там большая волна. Ветер, в общем, не дал нам порыбачить. Может быть, я еще съезжу. Один уже попробую. Сейчас попозже. Ближе к ночи, так сказать, когда ветер стихнет. А сейчас мы здесь сидим. Ужин у нас такой. Ничего не готовим. Мы тут приготовили салатик. Что-то у нас помидоры, огурцы, яйцо, майонез. И, как всегда, бутерброды. Сиг, соленый хариус. Икорка у сига здесь была. Вкусно. Хотя рыбы мы объелись уже. Ну, а что делать? Есть масло. Есть соленая рыба. Есть булка. Делаем бутерброды и едим. Ну, ладно, приятного аппетита нам. Продолжим. Ну, вот, друзья, ветер стих немного к ночи. Поймался, утрихаривал. Были еще окуня, но я их выкинул. Окуней мы не берем сейчас тоже. Ну, сегодня так, конечно, не очень. Вчера это хорошо, клевалый штиль был. Просто я долго не рыбачил. А сегодня вот ветер не давал. Лишь только вот к ночи утих. Ну, такие хариусочки тоже ничего. Продолжим питаться бутербродами пока. Такое-то время. Вот такие дела. Сейчас греем воду. На костре. Там у нас костер один. Пойдем пока. Я вроде снимал уже. Греем воду. Для душа. Помоемся к душу и будем спать. Там у нас во враге костер. На такое костре. Вот. Двигли мы отдыхать. Подведем итоги сегодняшнего дня. День был хороший. Погода шикарная. Ну, если не считать то, что ветер был. А так, сильно мухи не кусали нас сегодня. За счет, в принципе, этого ветра. Покупались мы. Вода шикарная. Здесь песок. Ну, только что, да. Глубины здесь рядом с нами нет. Ну, так вот. Побарахтаться в воде. Очень хорошо. Вот. Помылись душики. Ну, рыбалки у нас особо не получилось. Вечером я посидел немного. Ну, и тот ли хариуса поймал. До штуки тревога не было, но я их выкинул. Вот. Хариусов посолил. Ну, пожалуй, на этом мы закончим эту серию. Подписывайтесь на наш канал. Кто еще не подписался. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Извините, если не отвечаю. Интернета здесь, как правило, у нас нет. Отвечать не получится, наверное. По возможности. Вот. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем добра. До свидания. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok